Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 5 минут. Засекайте. Незаконный груз. Бобруйчанин пытался перевезти 9000 литров контрафактного спирта. Что грозит нарушителю? Лоб в лоб. Легковушки врезались на перекрестке Гоголя и Каменской. Удар с неба. В дом на заре попала молния. Что натворила стихия? И ограбление склада. В Лондоне злоумышленники украли партию самых дорогих спец в мире. Как их вычислили? Не разъехались. На перекрестке улиц Гоголя и Каменской столкнулись две легковушки. У Шкоды пострадало правое крыло и багажник. Досталось и Пежо. Передняя часть автомобиля напоминает решето. Водитель первой на марке получил легкие травмы. ГАИ разыскивает очевидцев. Обоим автомобилям причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Поминай, как звали. 26-летний горожанин внес предоплату за авто и исчез с дорогостоящими покупками. Ему грозит уголовная статья за мошенничество. В милицию обратились жители областного центра. Со слов пострадавших бобрульчанин с разницей в один день ответил на объявление о продаже машин. Покупатель внес предоплату в 30%. Остальную сумму предполагалось погасить рассрочкой. Продавцы согласились и заверили расписки у нотариуса. Затем мужчина бесследно исчез вместе с приобретениями. Обманутые забили тревогу, а спустя несколько месяцев пустых обещаний обратились правоохранительные органы. Оперативники выяснили, автомобили уже перепродали через интернет. Всего сообщается о 12 фактах противоправной деятельности молодого человека. По предварительным оценкам сумма ущерба 50 тысяч рублей. Подозреваемого разыскивают. Ударил милиционера при задержании. Сотрудники департамента охраны арестовали буйного вора. Тот, как сообщается, пришел в магазин за добавкой горячительного и не стал платить. Инцидент произошел на проспекте строителей. Со слов продавца, мужчина захватил бутылку вина и бросился бежать. Правоохранители задержали его в течение нескольких минут. Молодой человек был пьян, отказывался ехать в милицию, распускал руки. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. В Варшанском районе задержали бобруйчанина. Мужчина перевозил незаконный груз. Водитель ехал из России. Инспекторы остановили фуру на трассе Брест-Москва. По накладным в прицепе лежали энергетики и сухарики. Стражи порядка решили проверить продукцию. Заглянули в коробки, а в них оказались пятилитровые бутылки со спиртом. Кузов был набит под завязку. Всего 1800 штук весом в 9 тонн. Документы на нелегальный груз отсутствовали, а его происхождение водитель объяснить не смог. Выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости. Под Бобруйском утонул 63-летний пенсионер. ЧП произошло в районе деревни Большие Бортники. По информации областного освода, мужчину обнаружили на поверхности реки Алла. Он был в одежде, причина гибели устанавливается. Как гром среди ясного неба. В коттедж на заре ударила молния. Загорелся второй этаж. Хозяева выбежали во двор и вызвали пожарных. Когда на место прибыли первое подразделение МЧС, наблюдался выход дыма из-под кровли дома и создалось плотное задымление. Огонь уничтожил 30 квадратных метров крыши. В одной из комнат обуглились стены и потолок повреждены стеклопакеты. Сообщения с предупреждением об опасности публикуются в Твиттере МЧС Белоруссии, в Вайбере и Телеграме. Введомления также приходят через приложение «Помощь рядом». Во время непогоды спасатели рекомендуют выключать электрохриборы, закрывать двери и окна, не пользоваться водой. На улице не доставать телефон, обходить линии электропередач, стараться не выходить на открытые пространства. В Лондоне ограбили склад самыми дорогими в мире пряностями. Злоумышленники вынесли 10 килограммов шафрана на сумму более чем 60 тысяч долларов. Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как двое мужчин ворвались в здание и похитили коробку специй. Шафран называют красным золотом. Крокусы цветут лишь неделю в году. При этом с одного растения можно собрать только три рыльца. Для одного килограмма ароматной продукции надо около 300 тысяч бутонов. На цену влияет также способ изготовления. Это полностью ручной труд. Это была «Сирена». Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях. Я Владислав Боев. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА